Расскажи нам, как вот так получилось. Вот я сейчас вышла из кабинета и увидела, что вы вдруг неожиданно ходите. Немножко обалдела от этого. Я помню, что ты говорила, что у неё начались движения. И, в общем-то, вот после чего, немножко расскажи подробнее, чтобы все знали. Значит так, у нас за до года, в общем-то, движений, можно сказать, не было. Мы работали больше с правой рукой, которая вообще не функционировала. Собственно, на этом ограничивались. Ноги были в спастике. Потом начала пробовать. Значит, сначала пришли на БФМ. А потом я случайно узнала, что здесь проходят расстановки. Причём мне не рекомендовали идти, а я просто узнала, ну и решила спросить. Ну, мало ли, может, нам это тоже надо. Ну и так получилось, что записалась и пришла. Пришла одна без ребёнка. Это была наша первая расстановка. В общем, про саму расстановку рассказывать не буду. Ну, наверное, да, не надо. Это ваша история. Нет, даже не в этом дело. Это надо прийти прочувствовать, даже вот посмотрев, ничего не понятно. Скажи, единственное, как у тебя звучал запрос. Потому что очень многие спрашивают, как звучал запрос, то есть что она, что делает. Запроса точно сейчас не скажу, потому что мне подсказывала Надежда Неонидовна, как правильно его сделать. Ну, ты делала на здоровье ребёнка. Да, на здоровье ребёнка. Примерно так, что сделала на самостоятельное движение ребёнка. Вот, больше даже так. То есть именно делала упор, что она должна самостоятельно начать двигаться, начать что-то делать. Хотя не я за неё руки и ноги, она сама осознанна. Вот, и в общем-то после расстановки, точнее, когда я была на расстановке, у меня мама сидела с ребёнком, она говорит, ребёнок вёл себя немножко по-другому, чем обычно. То есть вот как именно она не взялась описать, а были какие-то изменения, ну, видимо, подсознательные, может быть. И вот после расстановки я вечером пришла, всё нормально, следующий день... А вот через день, когда я её взяла вот так вот на руки, подняла, то есть я её когда раньше втягивала так, ну, вот так, в общем-то, сейчас уже не подниму, у неё ноги втягивали струнку. А в этот день, я когда её взяла, у неё обычно здоровый ребёнок, когда так поднимаешь, у него начинаются шаговые движения в ногах. У нас появился вот этот шаговый рефлекс, которого раньше не было. Ну, честно говоря, все немножко офигели. Вот, а потом мы его начали потихоньку разрабатывать. У меня есть видео, как мы раньше ходили, это вот только-только отсыгровали. А-а-а, мне больно. В общем, сейчас появилось видео, надо только порыться в архивах, посмотреть и сравнить то, что было, и то, что сейчас есть. Угу. Классно. У нас даже наш логопед заметил, что у нас есть изменения в ходьбе. То есть именно принцип хождения. Угу. У меня неправильное, скажем так, более... Ближе к правильному. Угу. Ну что? Ну, всё началось с расстановки. Сколько времени сейчас уже прошло после расстановки? Так, сейчас скажу. Ну, года по-другому, наверное. Может, чуть меньше. Угу. И движения продолжают как-то изменяться, да? Угу. Да, да, движения меняются. Постепенно уходят, ну, вот эти так называемые, как говорят врачи, порочные стереотипы. Угу. И появляются правильные. Угу. Покажем, как Марусь ходит. Покажем. Марусь, ну, покажи нам, как ты ходишь. А я на тебе фотоаппарат покажу. Маруся. Фотоаппарат покажет. Пойдём. Я на тебе телефон покажет, а ты покажешь, как ты идёшь. А она тебе покажет, как ты уходишь потом. Вот так. Да, тебе с ней покажет. Вот так. Вот так Маруся ходит. Причём я её держу по минимуму. То есть она сама больше опирается на мои пальцы. Ага. Класс! Если вы хотите держать прямо сильно, то сейчас чем сильнее держишь, тем хуже она идёт. Вот это ничего себе. Маруся, ты молодец. Это супер. Да. Помаши ручкой нам. Да. Помашешь ручкой нам? Да. Привет-привет скажу. Привет-привет. Я Ромашка. Привет-привет. Давай я Ромашка помашь. Молодец. Ты умница. Ты наша умница. Да. Умница. Да. Умница. Я Ромашка. Умница.